Итак, всем добрый день, друзья мои. Делал обзор фредлайнера вот такого вот красавца. Фредлайнер Centuric 2003 год. Так, мотор у него D2127 без EGR. Он 3-го года, но мотор без EGR на стоит с завода. То есть они в 3-м году, в начале года 3-го шли еще без EGR. Им надо вот эти оранжевые модели. Я уже встречал такие машины. Вот такой Фред Centuric 3-й год. Еще раз повторюсь, D2127 без EGR из завода. Вот такой вот симпатичный. У нас на этой машине был полный покрас, мы полностью украсили. Сейчас скажите, опять камера там красиво снимает. Друзья, снимает, как есть, для хейтера. Вот, пожалуйста, не знаю. Вот так вот. Он смотрится очень красиво, очень, друзья мои. Мне он очень нравится. Очень яркий. Выделяться будет, прямо скажу, что из многих машин. На нем что делали? То есть мотор перебрали полностью на этой машине. То есть деланный мотор. Полностью сделали. Двигатель ему, получается, перебрали. Мотор до этого никто никогда не лазил. Мы залезли первый раз. По ходовке сделано тоже практически все уже. Там, то есть, шкварня. Тут никто никогда не делал. Еще, видно, родные шкварня еще на этой машине стояли. То есть оба шкварня поменяли. Перед тормоза тоже тут не было ничего, как всегда. Короче, все тормоза восстановились спереди. Короче, там все сделали. Вот такая вот выглядит. Смотрите. Вот такой вот, вот такая вот резина у него. Ходовка вся перебрана у него. Ходовку не буду сильно показывать. Тут новые стремянки. Эти полные защиты стоят на колодке. колодки, соответственно, все переклепаны. Тут шланги новые, норгачи новые. Как бы это все вот так вот. Сальник поменяли вот этот. Подвесной новый стоит. Глушитель новый стоит. Да все стоит. Все перебрали, принципе, совсем готово. Новые норгачи покажу опять. Вот они все. Так. Много что на самом деле сделано. Как всегда. Вся ходовка перебрана у него. Вот такой вот симпатичный фредлайнер. Вот так он смотрится. Вот так он смотрится. Вот такой вот вид у него. Так что он, кстати, евро-3 идет по документам. Так что, друзья мои, вот такой вот фредик. Третьего года. Повторюсь. Очень симпатичная машина. Этой машине осталось нам сделать салон. Химчистить осталось. Так, сэр. Мелочевка на самом деле. Не так много работы. Представьте, мотор сделали. Полностью его отмалярили, покрасили. Не знаю. Ходовку все перебрали. Столько дел сделали. Просто ключа. А, электрика еще осталась. По мелочи электрику делать надо еще на этой машине. Вот такой фред у нас в наличии, друзья мои. Вот так он выглядит. Вот поверну камеру. Кто говорит, переверни камеру. Если так будет лучше, пишите, буду так снимать. Так что, вот такие вот. Сейчас в ту сторону покажу. Вот так вот. Симпатичная очень, конечно, яркая машина. Эти апельсины, они такие, мне нравятся, у них как трансмиссия подобрана. У них стоит тяговая коробка, беговые редуктора. Она очень умно подобрана, друзья мои. Очень толстые карданы. На этой машине стоят самые толстые карданы, которые бывают на американцах. Самые усиленные карданы стоят на этой машине. То есть эта машина и тяговая, и в то же время и скоростная. То есть и 120 бежит спокойно, и на 10-70 спокойно тянет. Вот такой вот Фред получился на финише, смотрите. Это тот не идеальный Фред, который я говорил, друзья мои. Он не идеален. Смотрите, говорю сразу. Для любителей, которые там, не знаю, ждут идеала, он не идеален. Повторюсь, у него есть свои тоже минусы. Но работать будет без отказа. Потому что многие хотят бушную машину третьего года. Хотят как будто как новую. Даже она покрашена, даже она все сделана, мотор сделан, но он не идеален. Так что вот так вот. Ну что, друзья мои, всем пока. Такой симпатичный Фред у нас есть. Всем до свидания, не болейте, самое главное.